А ну, снимать же? Ну, давай. Знаете, как я говорил, вроде бы по логике вещей мы должны начать с пальчиков и вести вот так вот сюда, да? с массажными линиями вверх. Ну, а это не совсем правильно. В некоторых школах так и говорят делать, да? Но надо не от конечности делать, а надо делать как бы сегментарно. Вот эту зону, вот эту, потом вот эту и потом ступню. Почему? Вот вся эта зона целлюлитно-ляшечная как это мы называем? Ягодично-стоповая. Мы разбираем сегменты. Для того, чтобы трофику ткани увеличив здесь, мы дали пропускную способность для следующего потока крови и лимфы и следующей зоны, да? Увеличили ее здесь, потом из этой зоны. И так потихонечку проходим, здесь уже будет выше, да? И так потихонечку мы уже отсюда давим все это, переводим все это вверх. Давайте вот смажем и я вам покажу, как это сделать. Значит, смотрите, лимфатический массаж он, ну, в данном случае неразделим от обычного массажа, да? Или входит как часть для антицеллюлитного массажа. Потому что это все взаимосвязано оказывается в нашем организме. Во-первых, мы, ну, я уже говорил, да? Под вот эту ногу надо делать валик, у нас валика нету, да? Давайте попробуем немножко побольше положить простыни сюда. Опять же, растираем с помощью поглаживания, да? Приема практически и технология та же самая, что и на спине и на другом, в любом нашем сегменте. Вот еще тоже спрашивают часто. А к чему относить попу? Это продолжение спины или это часть ноги? В какой момент мы ягодицы массируем? Ответ и в том, и в другом случае. То есть, когда мы спину, мы массируем ягодицы. И когда мы делаем ноги, мы тоже массируем ягодицы. Значит, размазали, погладили. Лимфатические, кстати, линии. Ну, там есть у меня вот эта мчебная пособия, там увидите. Они также направлены, ну, здесь, снизу вверх, да? Вот сюда. Здесь и вокруг ноги, бедра, и вверх, и на ягодицах, вот туда, под подвздошную впадину, походу. Да, ну, вот туда мы все выводим. Растираем тоже, соответственно, по форме этих линий. Растели руками, переходим к растиранию локтями. Видите, основа моего действия на ягодицу идет. Разными можно формами это делать. И так, и так. Но, поскольку мы уже до этого ягодичные мышцы разогревали, растирали, да? Сейчас много времени этому не будем уделять. И отводим вот туда, по хвосту. Видно, да, на камеру? Угу. Теперь, смотрите, переходим к разминанию. Те же самые кольцевые разминания делаем с внутренней поверхностью бедра и с наружной. Условно разделив ногу на ну, вот такой линии, да? На две зоны. С этой стороны, с этой стороны, да? Целиком опять берем эту зону. Захватываем всю. И, как видите, все мои движения снизу вверх. Идук заканчивается здесь. И опять могу вот так вот провести эту линию. Далее еще плотнее берем. Вот так вот. Обоими руками сжимаем. Заметно, да? И с этой стороны. И с этой. Угу. То есть вот это сжатие это уже ведет на глубокую лимфу. Дело в том, что многие показывают гипотический массаж. Знаете, как? Вот так вот. Да, волновой такой. Да, волновой. Французский еще. Французский, да? Но, по сути, это что? Это похоже на наше движение наших мышц, да? То есть они вот так вот сокращаются. Сократительное движение мышц мы как бы его имитируем. Но, на самом деле, это что-то как-то очень такое легкое поверхностное движение, да? Для французов. Для французов. Для, в общем, да. Там, тонких натур. По сути, надо делать все глубже. Поэтому я сжимаю силой обоими руками. Вот видите, прямо со всей силы. Это будет... Да, немножко болезней. Но эффект от этого будет больше. Пальцами проходим вот так. Здесь идет и нерв, и лимфа. Еще часто бывает вот здесь болезненная, да? Это тут тоже лимфоканал идет. Поэтому болит. И полностью обхватывая бедро. Помните, мы делали вот такое движение, когда растирали? Плечи там и бок-бок. То есть, можно вот так вот растирать. Но этим же захватом можно и гнать лимфу. То есть, мы не просто растираем. Допустим, один раз прошли для растирания. Чтобы согреть нашу ножку. А второй раз всем корпусом надавливаем. Только не на подколенное место, да? Видите, я давлю выше колена. На колено больно. Не больно здесь? Чуть-чуть выше надо давить. И второй рукой выше. И вот медленно продвигаемся вверх. Помните, я говорил, что лимфа течет очень медленно. Один-два сантиметра в минуту. Как можно медленнее двигаемся к самому вверху. И туда уводим. Далее это я вам уже показывал, такое движение, да? Теперь сделаем движение вот такие. Опять же лапа леопарда. Опять же наша шестеренка более глубокая проработка идет. Для антицелитного массажа это вообще самое прекрасное упражнение, потому что оно очень хорошо стимулирует эластичность подкожных пленочек, турбер кожу увеличивает, трофику тканей начинает увеличивать. Болезненно, да? Это бывает очень больно, но опять же проработка с чувствительностью всех разная. И смотрите, вот завершим это движение, ну вернее работу с этой областью тем, что мы подхватываем ногу немножко снизу ее поджимаем, захватываем те области, которые мы не успели захватить, пока работали с верхней части, да? Потому что не всегда клиент переворачивается, это можно и не делать, можно всю ногу обработать с этой стороны, да? Можно ее даже положить, например, на свою ногу, вот так вот, И че, мы ее схватить? И вот обрабатывать с той стороны, как бы с передней, да? Вот в таком положении. Так, вот на этом пока закончим и повторим.